Хомяка оценят на криптобирже. Сегодня стартует листинг токенов, чтобы это не значило, игры Хамстер Комбат, которая собрала миллионы поклонников, желающих по-легкому заработать миллионы рублей. Собственно, станет понятно, главное, было ли это потраченное на Хомяка время оправданным, и удалось ли заработать там много денег, об этом расскажет Артем Смахтин. Клетка для хомяков захлопнулась. Полгода пользователи популярной игры Хамстер Комбат кликали по экрану и зарабатывали виртуальные монеты. Главная цель в будущем перевести их в реальные деньги. Этот день настал, сегодня монеты можно будет продать. Но уже ясно, мечты десятков миллионов пользователей о яхтах, квартирах и спорткарах разрушены. Я активно тапал все лето, ездил в отпуск, в горах был, где связи не было. Залезал куда-то в горы, находил связь и там тапал. На тренировках прерывался, думаю, все, сейчас надо тапнуть, зайти. Каждый час карточки заходил, отмечал, думаю, все, сейчас точно что-нибудь заработаю. До последнего верил, что я буду крутым Хамстером. Они играли на нескольких телефонах, кликали по экрану массажерами, гладили хомяка в метро, на учебе, на работе. Но все эти труды создатели Хамстер Комбат высоко не оценили. Предварительная цена одной монетки Хамстер 90 копеек. В среднем активные игроки получат около двух тысяч монет. Это меньше двух тысяч рублей. Соотношение массы денег и массы монет напрямую влияет на их стоимость. И если у нас с одной стороны этих монет очень-очень много, живых денег, с другой стороны тех, кто желает купить эти монеты, мало, то понятно, что они будут стоить примерно ничего. Сколько миллионов, а то и миллиардов монет удалось накопить в игре, оказалось неважным. Разработчики, среди прочего, оценивали количество приглашенных друзей. Чем больше игроков заманишь, тем больше монеток получишь при листинге, то есть при выходе криптовалюты на биржу. Так хомяки и расплодились до сотен миллионов пользователей. Для того, чтобы участвовать в этой игре, надо было пригласить двух, трех, четырех друзей. И вот такая вот древовидная структура у нас получилась. То есть каждый человек приглашал двух, троих, тот еще. И суммарно у хомяка сейчас самое большое количество новых участников. На самом деле хомяк, он не первый. Перед ним был проект NotCoin, который надо было тапать. И он начислял поинты, которые потом превратил в монеты. В среднем на человека получилось 100-150 долларов. Хомяке будет, наверное, раз в 5-6, а может и в 10 меньше, и цена вполне упадет. Кто точно заработал на хомяке, так это его создатели. Они вовлекли в мир криптовалюты сотни тысяч человек, что очень выгодно биржам. А еще команда Hamster Combat сотрудничала с крупными брендами. В процессе вот этого таппинга, то есть касание экрана, было очень много рекламного сообщения, рекламной интеграции. И, в общем-то, здесь отчасти выигрывали и рекламодатели, и организаторы, которые тоже размещали рекламу. Поэтому в этом смысле, знаешь, бенефициары есть, но это от них не те, кто принимал активное участие в игровом процессе. Более двух миллионов пользователей свои монеты сегодня так и не получат. Их аккаунты заблокировали за обман системы. В чем именно он заключался, поняли не все. Некоторые хомяки даже намерены подать в суд на главный криптопроект года. Но, скорее всего, из этого ничего не выйдет. Яхты и квартиры создатели проекта никому не обещали. Зато анонсировали второй сезон проекта. Но сможет ли он повторить успех – большой вопрос. Артем Смахтин и Анастасия Шерстобитова, Москва, 24.